Вашему вниманию представляется тема «Контроль и оценка опасностей». Контрольное мероприятие По завершении анализа опасности рабочая группа должна рассмотреть, существуют ли контрольные мероприятия, если таковые требуются, которые можно применить для контроля каждого опасного фактора. Контрольное мероприятие – это любые действия и виды деятельности, которые можно использовать для предотвращения или устранения потенциальной угрозы для безопасности пищевого продукта или снижения ее до приемлемого уровня. Прежде всего рабочая группа должна проанализировать документы, чтобы проверить, полностью ли контролируется любой из идентифицированных факторов применением действующих процедур, общих санитарно-гигиенических правил, соответствующих правилам GMP. GHP и общим принципам пищевой гигиены кодекс Алиментариус. Другими словами, существуют ли мероприятия, действия или деятельность, которые устраняют риски или снижают их до приемлемого уровня или существует необходимость разработки контрольных мероприятий, которые можно применить для контроля идентифицированной опасности. Методы анализа рисков могут помочь определить уровень контроля, который нужно ввести для каждого опасного фактора. Далее приведены примеры некоторых возможных контрольных, предупредительных мероприятий для биологических, химических и физических опасностей. Контроль биологических факторов Биологические опасные факторы могут контролироваться путем ограничения, прекращения или изменения условий кинетики роста, в которых нуждаются микроорганизмы для выживания, роста и воспроизводства. Этот вид опасности может снижаться, устраняться либо регулироваться термической обработкой, нагреванием или охлаждением, замораживанием или сушкой. Предприятия по выращиванию или переработке пищевых продуктов должны включать в свою программу ХАСП-3 основные цели для биологических опасных факторов. Устранение или значительное снижение биологической опасности. Предотвращение или минимизация роста микробов и образованию токсинов. Контроля заражения Для предотвращения, устранения или снижения до допустимого уровня бактериальной опасности контрольные мероприятия могут включать Контроль температуры, времени, надлежащий контроль времени охлаждения и хранения, например, для минимизации разрастания микроорганизмов. Кулинарная обработка Термическая обработка В течение соответствующего времени и при соответствующей температуре для устранения микроорганизмов или снижения их количества до допустимых уровней. Охлаждение и замораживание Контроль ферментации или PH, например, кисломолочные бактерии в йогурте тормозят рост других микроорганизмов, которые не выдерживают кислотные условия и конкуренцию. Добавление соли или других консервантов, которые в приемлемых количествах могут тормозить рост микроорганизмов. Сушка с достаточным количеством тепла для уничтожения микроорганизмов или с удалением достаточного количества воды из пищевого продукта для предотвращения размножения определенных микроорганизмов. Условия упаковки Например, вакуумная упаковка может использоваться для замедления роста микроорганизмов, которые для размножения требуют воздуха. Для вирусов контрольное мероприятие, например, могут включать термическая обработка, методы нагрева или кулинарной обработки, в частности, обработка паром, жарка, запекание, варка, копчение, которые могут разрушать большинство вирусов. Правила и нормы личной гигиены, включая недопущение рабочих, пораженных определенными вирусными болезнями, например, гепатитом. Для паразитов, черви простейшие, контрольными мерами могут быть Контроль режима кормления, например, риск инфекционного заболевания в свиньи не снижается вследствие лучшего контроля за условиями содержания и рационом свиней. Нагрев, сушка или замораживание, соление Визуальный контроль, который может использоваться для некоторых пищевых продуктов для выявления паразитов Соблюдение общепринятых правил и норм личной гигиены лицами, привлеченными к обращению с пищевыми продуктами Надлежащее функционирование канализационных систем Контроль химических и физических факторов Контрольные мероприятия по химическим опасным факторам могут включать Контроль источников, то есть установление технических условий на ингредиенты и сертификации, аттестация, поставщиков, которая является подтверждением отсутствия вредных химикатов или допустимых уровней их содержания в поставляемой продукции Технологический контроль, то есть контроль рецептур, надлежащее использование и контроль пищевых добавок и уровней их содержания Должное изолирование непищевых химикатов во время хранения и обращения Контроль случайного загрязнения от химикатов, например, смазочных материалов, химикатов для обработки воды и пара, красок Контроль этикетирования, то есть убежденность в том, что конечный продукт имеет правильную этикетку с точки зрения перечня ингредиентов и известных аллергенов Контрольные мероприятия по физическим опасным факторам могут включать Контроль источников, то есть установление технических условий на сырье и ингредиенты и сертификация, аттестация, поставщиков, Которая является подтверждением отсутствия опасных физических факторов или их допустимых значений в продукции Технологический контроль, например, использование магнитов, детекторов металла, сид, очистных машин, воздушных грохотов Контроль окружающей среды, то есть обеспечение уверенности в том, что надлежащая производственная практика поддерживается И пищевой продукт не подвергается физическим загрязнениям от сооружений, производственного оборудования, рабочих поверхностей Оценка опасных факторов Информация, собранная во время анализа опасных факторов, может использоваться для определения Тяжести последствий, степени серьезности, опасностей, оценка рисков, связанных с идентифицированными опасными факторами на различных стадиях функционирования Точек, этапов или процедур, в которых можно применить контроль И угроза для безопасности может быть предотвращена, устранена или снижена до допустимого уровня, то есть критических точек контроля КТК Тяжесть последствий опасности Тяжесть последствий опасности – это степень последствий, которые могут иметь место в случае существования опасности Тяжесть опасности указывает на тип вызванного эффекта от реализации опасного фактора Этот эффект может изменяться от слабо выраженного и временного дискомфорта до более серьезных и необратимых действий, включая смерть Опасности, которые вызывают заболевания, можно разделить на категории в соответствии со степенью их тяжести 1. Высокие, угрожающие для здоровья, включая смерть Биологические, паралитическое отравление моллюсками, амнезийное отравление моллюсками 2. Химические, непосредственное загрязнение продуктов запрещенными химическими веществами или определенными металлами, например, ртуть, или химическими добавками, которые в больших количествах могут вызвать серьезную интоксикацию или нанести ущерб более чувствительным лицам 1. Физические, посторонние предметы или нежелательные фрагменты, которые могут нанести повреждения или рану потребителю, например, камни, стеклянные осколки, иголки, металлы, режущие и колющие предметы 2. Умеренные, потенциально широко распространенные, тяжелые или хронические, биологические, энтеропатогенные и другие 3. Низкие, ограниченного распространения, биологические, большинство паразитов, гистамин-подобные вещества и большинство тяжелых металлов Химические, химические вещества, разрешенные в пищевых продуктах, могут вызвать умеренные реакции вроде сонливости и временной аллергии Оценка рисков Риск – это мера опасности, характеризующая вероятность реализации опасного фактора в пищевых продуктах и степень тяжести последствий его влияния Риск – это совокупный фактор приведенных выше показателей Риск, или степень риска, в зависимости от цели и анализа риска оценивается соответствующими количественными показателями Например, вероятно возможными показателями ожидания уровней негативных последствий реализации того или иного опасного фактора за определенный промежуток времени Ожидаемыми материальными убытками, вероятностью возникновения за определенное время летальных случаев, расходами на предотвращение опасностей и прочее Эти показатели должны не только отражать сущность категории, выражающуюся ими, но и учитывать специфику источника опасности Поскольку возникновение опасности в пищевом продукте может быть отнесено к случайным явлениям Вычисление риска требует применения методов теории вероятностей и стандартных методов математической статистики Оценка потенциального риска должна учитывать частоту его возникновения и серьезность, тяжесть, последствий Хотя количественные оценки риска некоторых химических и биологических опасностей существуют, цифровая информация обычно недоступна Оценка риска отдельного опасного фактора основывается на комбинации практического опыта, эпидемиологических данных и информации из технической литературы Эпидемиологические данные являются важным инструментом в оценке риска и наглядно показывают, какие продукты могут быть опасными для здоровья потребителей Например, корреляция между случаями ботулизма и потреблением консервированных овощей и рыбных продуктов высокая, то же самое верное и для потребления яичных продуктов и болезнями, вызываемых сальмонела у людей При оценке риска должны рассматриваться следующие данные Жалобы потребителей, возврат партий продукта, результаты лабораторного анализа, информация о случаях заболевания и другие факты, касающиеся здоровья человека Вероятность реализации опасного фактора, степень риска, может быть оценена как высокая, умеренная, низкая или минимальная, практически равна нулю Эти данные могут использоваться для принятия решений об установлении критических точек контроля, степени необходимого мониторинга и внесения любых изменений в процесс или состав ингредиентов, которые могли бы снизить величину существующих опасностей до приемлемого риска, допустимого, для потребителя Если информация о допустимом риске отсутствует, рабочая группа ХАСП экспертным методом с учетом всех доступных источников информации и практического опыта оценивает вероятность реализации опасного фактора, исходя из приведенных выше четырех возможных вариантов оценки Высокой, умеренной, низкой и минимальной, практически равна нулю Диаграмма анализа рисков Экспертным путем оценивают также тяжесть последствий от реализации этого опасного фактора, исходя из четырех возможных вариантов оценки Легкой, средней тяжести, тяжелой и критической Применяя качественную диаграмму анализа рисков, вероятность реализации опасного фактора, тяжесть последствий, строит границу допустимого риска, по которым определяют, нужно учитывать этот опасный фактор или нет Благодарим за внимание Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...